Здравствуйте, дорогие друзья! Подходит к концу недельная глава ЦАВ. Глава, рассказывающая нам о жертвоприношениях. И опять-таки, нам надо вот сесть и подумать, о чем нам тут говорит Великая Тора. Она учит нас, что иудаизм обязывает нас чем-то жертвовать своей жизнью. Слово карбан, жертва, и карав, там, близость однокоренные, вы врите. Жертвовать это, чтобы что? Что такое жертва? Жертвовать это, что-то сделать, чтобы стать поближе к Творцу. Когда ты что-то даешь, ты становишься Творцом, понимание Творца. Вот он тот, кто дает. Мы те, кто берем. Если мы что-то в своей жизни начинаем тоже давать, то мы приобщаемся к Творцу. Не бывает, вот знаете, такой иудаизм для удовольствия, где человек выбирает только то, что ему нравится и так далее. Должно быть, чтобы какое-то внутреннее содержание должно находиться в том, что мы... Вот если человек ищет религию, ищет внутреннее содержание. Для чего? Да, действительно, твой внутренний жертвенник, он неотделанный, вот здесь торчит, вот сюда неправильно, здесь еще что-то. Жертва – символ близости. Отец, любящий сын, он жертвует временем, средствами, чтобы дать сыну воспитание, чтобы как-то повлиять на него. Творца дает нам понять, что надо быть готовым, на жертвы. Самый верный признак того, что что-то имеет для нас ценность, да, это готовность ради этого там потратить что-то, время, деньги, здоровье, там, не знаю. Иногда саму жизнь тратят на какую-то идею. Мы часто бываем, критикуем там со стороны и людей, и страны, все бывает, да. Осуждать легко, но надо сделать из себя жертвенник. Вот каждая система должна стать жертвенником. Мешкан – вот это сердце храма, это, и здесь очень важная вещь, пишут мудрецы, девятый, десятый, сотый раз. Надо, чтобы человек встал и подумал, что с моим вот здесь жертвенником. Я сегодня же тот в течение дня должен был что-то дать миру, что-то пожертвовать, что-то дать. Мой жертвенник не простаивал эти сутки, а если простаивал, то я вообще не туда пошел. Надо что-то, надо сесть сегодня и посмотреть, что я буду сегодня делать, как работать будет мой жертвенник. Кому-то сегодня еще успею позвонить, кому-то улыбнуться, кому-то что-то сделать, кому-то занять, я не знаю, что. Но что-то такое, чтобы надо все время стараться что-то внести в мир. Когда ты что-то отдаешь миру, ты становишься живой. Надо видеть еще и второе, вторая часть тоже, что нас учит. Надо все время вот это знаменитый, видеть стакан наполовину полный. Однажды Рэбе, вот Любавичскому, написал человеку письмо, он жалуется на жизнь, что у него семья, много детей, проблемы, заработок и так далее. И Рэбе пишет ему, почему ты забываешь говорить о том, что хорошее. Ты пишешь о том, что у тебя нет заработка. И я тебя понимаю. Ты пишешь о том, что у тебя много детей, нечего кормить. Я тебя понимаю. Но миллионы людей мечтают иметь одного ребенка и отдали бы все за это. А у тебя пять, и ты рассказываешь мне, найди сначала что-то хорошее. Ты же получил это уже. Наши всякие сложности, многие депрессии происходят от того, что мы просим то, чего у нас нет, не радуясь тому, что у нас есть. Таким образом, надо воспитать себе чувство благодарности за хорошее. И тогда, тогда обязательно придет и другое, да. Слово, мы приближаемся вот сейчас к шабату уже, шаги от шабата. Слово шабат происходит от слова какого? Ла-шуф, да. Это возвращаться. В этот день все миры написано, Каббала пишет, возвращаются наверх, к своему источнику. И хотя не всегда мы это видим и чувствуем, но где-то внутри вот все. В шабат действительно все становится другим. Люди, дома, деревья, воздух, все другое, да. И сам человек тоже другой. В шабат мы оказываемся в особой такой системе Всевышнего. Это его страна становится, да. Царство какое-то совершенство, радости, одухотворенности. Ну, если мы включаемся в этот механизм. Шабат это имя Всевышнего, говорит Святая Книга Заары. Вот находясь вот в этом имени, мы должны это почувствовать. Брахава от слаха, хорошего шабата, всего самого лучшего. И чтобы с такари установился мир и прекратилось вот то, что есть. Брахава от слаха.